Всем добрый день! Это видео посвящено функции CalculatedData или расчетные данные в PyDataLink. Эта функция позволяет выполнять основные расчеты, максимум, минимум, средние и т.д. как для тега, так и для элемента объектной модели AF. В данном случае будем использовать тег TDT158, и для него нам необходимо вычислить максимальное значение за сутки для предшествующей недели. Нам необходимо в каждой строке получать дату и время, когда был получен этот максимум. Конечно, эту же задачу можно выполнить иначе. Для этого воспользуется функция CompressData. В документации она названа сжатой данной. И для этого мне бы понадобились все значения из архива для данного тега за последнюю неделю. А как вы видите, у меня их 1704. А если у меня не один тег, а, скажем, 20, это значительно обременит работу, и все рабочее поле будет занято значениями. И каждый раз при запуске такого отчета все эти значения будут запрашиваться из архива PyServer, или как сейчас его называют PyDataArchive. После чего мне бы понадобилась функция Excel, возвращающая максимальное значение. А если вы хотите получить временную метку, когда был получен этот максимум, понадобится еще несколько шагов сделать. Другими словами, этот подход гораздо дольше и не предполагает того, что для каждого значения есть своя временная метка. В то время как функция CalculatedData, то есть расчетные данные, работает с временными метками, я могу гораздо быстрее получить значение и временную метку. И мне абсолютно для этого не нужны тысячи значений в рабочей области. Я получаю значение, я получаю временную к нему метку, кучу значений, все тысячи, в данном случае 1704, нам не нужны. Давайте я сейчас уберу это с рабочей области, и мы посмотрим, как это вычисление произвести. Итак, задача – получить максимальное значение за сутки с помощью функции CalculatedData. Первое. Ищем тег, который нам нужен. Определяем, выбираем наш пай-сервер, ищем тег, тег нашли, нажимаем ОК. Нам необходимо за последнюю неделю StartTime T-7D и время окончания сегодня в полночь, или T. Исходные данные вы можете получить с помощью функции CompressData, но для CalculatedData они не нужны. Что же нам нужно сделать далее? Выбираем CalculatedData и заполняем соответствующие поля. DataItem, StartTime, EndTime. Вы можете заполнить в явном виде, либо сделать ссылку на ячейку. DataItem B2, StartTime B3, EndTime B4. И TimeInterval. Что такое TimeInterval? Это временной интервал, используемый для расчета значений. Мне необходимо получить максимум за сутки, то есть 1D. Вы также можете указать значение где-нибудь в ячейке и сделать на нее ссылку, либо в явном виде, как я сейчас сделала. Выбираем расчет Maximum. И далее мне необходимо только нажать Apply. Я получила 7 значений. Но мне нужны и временные метки для этих 7 значений. Для этого нужно выбрать ShowMinMaxTime. Apply. Я получила время, когда случились эти максимумы. Когда я их получила. Если выберем ShowStartTime, ShowEndTime, я также получу начало и окончание моего временного интервала. То есть 1 день. По сути, это сутки. То есть в строке это сутки 11 марта. От 0 часов до 0 часов. В следующей строке 12, 13 марта и так далее. И далее указано время. В 6,53 я получила значение максимума 248,7. Давайте немного изменим задачу. Помимо максимума, который мы уже получили, будем считать и находить минимум. И скажем, давайте посмотрим, какие у нас еще могут быть варианты в нашем списке. Range. То есть, как он назван в документации нашей, это диапазон. То есть разница между максимум и минимум. Для того, чтобы найти минимум, по аналогии производим ровно те же самые действия. DataItem. B2 ячейка. StartTime. Ссылка на ячейку B3. EndTime. Ссылка на ячейку B4. Временной интервал 1 день. И расчет выбираем вместо максимума минимум. Apply. И получили числа. Для того, чтобы вычислить разницу, мы можем произвести ровно те же самые вычисления. Либо скопировать все для минимума. И далее изменить только один параметр. Это режим расчета. Выбрать Range. Apply. Все. Мои значения подсчитаны. Мы можем также их проверить с помощью функций Excel. То есть максимум, минус, минимум и значения. Как вы видите, они полностью совпадают. Давайте я их уберу. Еще раз. С помощью Calculated Data вы можете производить все представленные в этом списке вычисления. Для них не нужно загружать в отчет тысячи значений из архива и производить вычисления с помощью встроенных функций Excel. А напротив, все делать на PyServer или PyDataArchive и загружать в отчет только результаты. Продолжение следует...